Смоленская АЭС На Смоленской АЭС завершен с опережением графика плановый ремонт первого энергоблока. 10 апреля энергоблок номер один Смоленской АЭС был включен в сеть после проведения планового текущего ремонта. Благодаря слаженной работе коллектива и грамотной организации всех процессов, ремонт удалось завершить с опережением графика почти на двое суток. В рамках ремонта были выполнены плановые работы на турбиной и реакторных установках, а также на оборудовании других цехов. Был проведен контроль лопаток турбины, испытания предохранительных устройств и работы по обслуживанию систем управления и защиты реактора. Сокращение срока ремонта позволило дополнительно выработать порядка 37 миллионов киловатт-часов, что является положительным вкладом в выполнение государственного задания по выработке электроэнергии концерном «Росэнергоатом». Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 13 дней апреля составила 597 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 5,7 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 141 миллион киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Десногорск Более двух лет в Десногорске развивается волонтерское движение. Сейчас добровольцы помогают пенсионерам, находящимся в самоизоляции. К ним присоединились и активисты организации молодых атомщиков. А 3 апреля был создан специальный штаб. Сейчас на сохранение безопасности направлены все меры в Десногорске и на Смоленской АЭС. Ребята готовы оказать поддержку семьям оперативного персонала Смоленской АЭС, который между сменами временно живет в санатории-профилактории «Лесная поляна». Добровольцы Десногорска присоединились к всероссийскому проекту «Мы вместе». Также три инженера САЭС уже третью неделю работают в городском волонтерском отряде, задача которого – забота о старшем поколении. Волонтеры помогают пенсионерам переждать эпидемиологическую ситуацию дома без затруднений в вынужденной изоляции. Помогают приобрести в магазине товары первой необходимости, лекарства поддерживают в бытовых вопросах. Оказывают внимание ветеранам Великой Отечественной войны, ведут разъяснительную работу, напоминая жителям о мерах предосторожности. Волонтеры, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и бейджами, прошли обучающий курс и инструктаж. Уважаемые десногорцы, чтобы быстрее вернуть привычный образ жизни, нужно ответственно относиться к профилактическим мерам. Убедительная просьба, по возможности оставайтесь дома. Если вам необходима помощь, обращайтесь в региональный волонтерский штаб по телефону 8 800 200 34 11. Здесь вам обязательно помогут. Присоединяйтесь к команде энергичных людей. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok